Три, четыре или пять звезд. Некоторые люди, услышав это словосочетание после затяжных новогодних праздников, в первую очередь вспомнят определенные горячительные напитки. Другие же, кто решил свои новогодние каникулы провести в другом городе или даже стране, вспомнят, конечно же, отели, в которых останавливались. Кстати, с 1 января 2020 года все гостиницы, количество номеров, в которых превышает 15, должны пройти классификацию и получить свою заслуженную порцию звезд. При планировании отпуска туристы в первую очередь обращают внимание на выбор отеля. Главный критерий – соотношение цена-качество. Ориентироваться путешественникам в гостиничном разнообразии помогают звезды не путать с астрологией. Человек при выборе коллективного средства размещения, да и вообще, а при выборе места, где можно отдохнуть, будь то на территории Ульяновской области или где-то в другом регионе. Мы основываемся на том, насколько объект размещения соответствует тем требованиям, которые мы хотим получить и тому уровню услуг. В России до прошлого года разобраться в гостиничном многообразии было непросто. Изменения сначала коснулись крупных гостиниц, а с января 2020-го свои звезды должны подтвердить все учреждения для размещения гостей с номерным фондом более 15 комнат. Классификацией занимаются специально аккредитованные организации. В Ульяновской области это право есть у торгово-промышленной палаты. На данный момент в реестре нами аккредитовано 6 гостиниц, внесены в реестр официальный сайт Минэнкономразвития. И сейчас у нас находятся в работе 5 заявок. Вот они все спешно вдруг были поданы в декабре месяце. И, соответственно, уже это гостиницы, которых номерной фонд 15 и более. Не вводить в заблуждение и соответствовать стандартам гостеприимства. Главная цель – озвездование гостиниц. Отельеры тревогу не бьют. Да, процедура длительная и требующая определенных затрат. Но и в ней есть свои плюсы. Мы как участники рынка очень надеемся на то, что все отели нашего региона пройдут эту классификацию. Нам это очень важно, как игрокам рынка, потому что если за этот год все наши коллеги пройдут классификацию, то это поможет нашему рынку быть в рамках здоровой конкуренции и избегать необоснованного демпинга цен, что позволит, как мне кажется, нашему региону стать чуть более привлекательным для наших гостей. При несоблюдении новых правил – штраф. За прием посетителей без документов придется выложить от 30 до 50 тысяч рублей для небольших гостиниц. Крупные будут вынуждены раскошелиться на сумму до полутора миллионов рублей.